На объекте компании «Ленспецстрой» жилокомплекс «Медный всадник» состоялась встреча дольщиков с компанией-застройщиком при участии представителей комитета по строительству. Дом был сдан в эксплуатацию в прошлом месяце. Сейчас на объекте завершаются работы по устройству инженерных сетей. В данный момент ведется пусконаладка системы отопления. В настоящее время запущены секции с первой по шестую. С первой по пятую. Шестая, седьмая секция запускается. Надеюсь, что к концу дня сегодняшнего или завтра в субботу секции будут запущены. И на следующей неделе будет пуск тепла по 8-9. То есть к четвергу, в следующей неделе полностью весь дом будет находиться под отоплением. После окончания пусконаладочных работ начнется снятие показаний общедомовых приборов учета тепла. Согласно регламенту, в течение трех месяцев собираются данные, подаются в ресурсоснабжающую организацию для сверки, после чего и заключается договор постоянного теплоснабжения. Все остальные инженерные сети смонтированы и эксплуатируются по временной схеме. Электрические сети готовы, акт технологического присоединения получен. Водоснабжение и водоотведение, значит, полностью все работы выполнены, сети сданы все, сданы узлы учета. И сейчас готовится пакет документов для сдачи водоканала на заключение договора постоянного водоснабжения. Но, тем не менее, на водомерные узлы вода подана в настоящий момент. По всем инженерным сетям готовятся документы для подачи в ресурсоснабжающие организации с целью заключения договоров постоянного обслуживания. Застройщик заверил, что подключение ресурсов по временным схемам никак не отражается на общем функционировании дома. Постоянные схемы не сказываются ни по каким видам энергоснабжения. Значит, электричество присутствует, вода есть, тепло есть. Соответственно, управляющая компания собирает жильцов коммунальные платежи в соответствии с действующими городскими тарифами. Если в тарифах существует разница, соответственно, эту разницу гасит застройщик. Никаким образом, никакое время на плечи жильцов не ложится. В рамках состоявшейся встречи некоторые дольщики смогли посетить свои квартиры. Подписание акта приема-передачи состоится чуть позже, а сейчас у них была возможность осмотреть свое жилье. У меня, как владелица данной квартиры, у меня сильно больших претензий нет. У меня, в принципе, более-менее ровные потолки, то есть те вещи, которые, в принципе, можно исправить, вкладываясь своими собственными ресурсами. В принципе, в нашей все хорошо, правда, есть следы жизнедеятельности рабочих. Ну, в целом, хорошо. Ну, дверь у нас сломана, входная. Ну, сказали, что ее заменят. С 15 декабря дольщикам начали передавать квартиры. Для этого их приглашают на осмотр с целью приемки квартир и передачи ключей. Тем более, что в комитете по строительству уверены, дом полностью готов к эксплуатации. Дом в нормальном состоянии. Мы, в общем-то, видели более в большом состоянии дома. И я еще раз говорю, что люди входили в субботу, сами видели все сети, были провожены в доме. Практически везде перегородки присутствуют, везде окна, витражи и т.д. и т.п. То есть, в принципе, можно выходить, смотреть квартиру, выдавать замечания, дальше делать ремонт и, соответственно, уже заселяться в дом. Напомним, жилой комплекс «Медный всадник» расположен в Приморском районе, в Лыжном переулке, дом 8. В здании высотой 21-23 этажа расположено 999 квартир. Под территорию комплекса расположен охраняемый подземный паркинг на 102 машиноместа.